Приветствую уважаемые подписчики и гости канала Safe Animals. Сегодня я хочу вам рассказать загадочную, а порой даже мистическую историю про девочку по имени Тара, которая чудом спаслась с тонущего судна, а через 49 лет она рассказала свою историю всему миру. Приятного просмотра. Эта ужасная история произошла в далеком 1961 году, когда окулист по имени Артур Дюперо решил осуществить давно заветное путешествие на яхте по Карибскому морю для своей любимой семьи. Он долго и упорно копил деньги, чтобы сделать это путешествие по-настоящему увлекательным и незабываемым. И вот, его терпение и настойчивость были вознаграждены. Ему удалось арендовать заветную яхту, которая стала символом их приключений. Маршрут путешествия начинался в прекрасной Флориде, где они собирались встретиться с капитаном судна, основным военным Джулианом Харви. Все было готово к отплытию, и сердца семьи Дюперо наполнились радостью и волнением перед предстоящими приключениями, и их глаза сияли от предвкушения незабываемых моментов, которые им предстояло пережить на просторах Карибского моря. В общей сложности в путешествие отправило семь человек. Семья Дюперо, супруги и их трое детей, и капитан со своей женой. Предстояло увлекательное путешествие, но, к сожалению, долгожданная неделя отдыха превратилась в сущий кошмар. Капитан яхты сошел с ума и убил всех на судне, кроме маленькой 11-летней девочки Тары Дюперо. Спустя 49 лет, в 2010 году, пережившая эти события, женщина решила написать книгу и назвала ее «Осиротевшая в океане», где описала ужасные события, произошедшие на яхте и предысторию случившегося. Как оказалось, со слов Тары, у капитана Харви были финансовые проблемы. Он предварительно застраховал жизнь своей жены и хотел ее убить в путешествии, выставив это за несчастный случай, чтобы получить страховку. Но супруга все поняла и рассказала о замысле своего мужа семье Дюперо. Именно это и стало отправной точкой. Капитан обезумел и убивал всех на своем пути. В ту роковую ночь, когда произошли эти кровавые события, Тара спала в отдельной каюте. Ее разбудил топот и крики на палубе. Когда она поднялась наверх, увидела тела своей матери и брата. Когда капитан увидел девочку, то повалил ее на палубу. Затем он открыл морские клапаны, чтобы потопить судно, а сам спустился на шлюпку. Он попросил девочку подержать веревку шлюпки, а затем ненадолго отвернулся, чтобы достать нож. Харвис собирался расправиться и с девочкой, однако она просто отпустила веревку. И он отплыл на спасательной лодке. Убийца не стал возвращаться, чтобы убить девочку как ненужного свидетеля, так как считал, что она обречена утонуть на уходящей под воду яхте. Капитана Харвис спасли на следующий день. Он придумал сомнительную историю о том, что на яхте произошел пожар, и лишь он один смог выжить. Но никаких доказательств, что он врет, не было, пока через 4 дня греческое грузовое судно не обнаружило в море маленький плод. А на нем была полуживая обезвоженная тара с солнечными ожогами третьей степени. Когда убийца узнал, что девочка выжила, то наложил на себя руки. А тару удочерили родственники, которые никогда не вспоминали при девочке эти страшные события. Ей необходимо было высказаться. Поэтому она написала книгу спустя почти полвека. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, то ставьте лайк. А также подписывайтесь на наш канал, где найдете еще много интересных видео. А если у вас или у ваших знакомых есть интересные истории, то присылайте их нам. Мы обязательно расскажем про них в следующем видео. Почта указана в описании. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok